Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов HOPI DNUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7 процентов. HOPI DNUA. Это твои увлечения. Поставил топлив тэмбаки на свое место, все стало хорошо и продолжаем нашу сборочку. Продолжаем нашу сборочку. Нам предлагают собрать из нескольких деталей полозья и поставить их на место. Но, как мы видим на клетниках, есть такая деталька. Это уже собраны эти полозья, которые не используются, почему-то нам предлагают собрать вот эту часть, а эту часть не трогать. Посмотрим в натуре. То есть, нам предлагают собрать полозья из этих деталек, но вот оно и есть собранное полностью. Может быть, если бы я собирал его копийным, может быть, там действительно какие-то есть отличия и надо было ставить вот этот. Вот так как у меня постап. Это, во-первых. Во-вторых, канал для ленивых моделистов. Ну, блин, я совсем не вижу. Почему бы не поставить вот эти вот гусеницы? Что я говорю? Вот эти вот полозья. Дальше надо будет поставить вооружение. По сути, здесь двух видов. Вот такой, как бы, одинарный такой пулеметик с одной и с другой стороны. Или вот такие вот спаренные пулеметики опять-таки с одной и с другой стороны. Ну, честно говоря, честно говоря, я уже в обзоре показывал, вот это вот вооружение. Ну, оно такое какое-то детское, не о чемное какое-то, не о чемное. То есть, из этих вот пулеметиков мне вот эти нравятся как бы больше. Ну, как-то они более, что ли, пулеметнее, если есть такое слово. Поэтому эти я трогать не буду, а сделаю вот эти. Пусть они будут чуть меньше, как бы, не спаренные, одинарные. Ну, что-то мне не больше нравится. Очередной шаг к победе. Сделал навесное вооружение. Покрасил уже эти пулеметики. Затем, ну, как говорил чуть раньше, вырезал нужную детальку. Решил не заморачиваться со сборкой. Добавил колесики и, как бы, все готово. Наш самолет, наш вертолет будет стоять на ней примерно вот так. Вот. И вклеил вот сюда еще несколько деталей, которые должны быть на корпусе вертолета. Значит, не смотрите, что они не покрашены. Сейчас я заведу аэрограф. И вот эту часть еще раз полностью пройдусь, прокрашу. Сюда отрывать не буду, чтобы не заляпать то, что уже покрашено в другие цвета. А здесь, в принципе, все одним цветом. Поэтому ничего страшного в том, что я, как бы, не докрасил. В этом нет. Ну, и заодно и прокрашу лыжи. Вот. И что хочу сказать еще. По сути, мне осталось только одну эту детальку 39А подклеить на днище кабины. И, как бы, все. Но смысл в том, что на платье А ее нет. Она находится на литнике Б. Вот. Она находится вот эта, по идее, деталька. Просто к чему я завел? Я убил очень много времени на то, чтобы найти ее на литнике А. Потом только догадался посмотреть на Б. Все из-за чего? Из-за того, что здесь нумерация идет хрен знает как. Никакой логики проследить не могу. Один здесь, два здесь, три здесь, четыре здесь. Короче, нумерация идет как хаотично. И тратится очень много времени на то, чтобы найти нужную деталь. Почему нельзя было пронумеровать подряд, непонятно. Ну вот, друзья, вроде бы и все, что нужно было собрать. Я собрал. Значит, что мне остается? Остается сейчас все это вскрыть глянцевым лаком. Вот таким вот. для того, чтобы нанести сюда декальки. Как я уже говорил, у меня будет американский вариант, поэтому декали будут нижние. Будем придерживаться легенды, то что вертолет бывшая единица американской армии. Что еще? Значит, внимательный зритель увидит, что у меня нет винтов ни верхнего, ни заднего. Нет почему? Потому что я хочу попытаться все-таки сделать его, сымитировать его летящим, поэтому буду из прозрачного пластика вырезать окружности, которые будут имитировать работу крутящихся винтов. Честно говоря, не знаю, как это все это будет выглядеть. Никогда этого не делал. Это такой очередной эксперимент. Надеюсь, что что-то получится. Ну, до этого мы дойдем. Сейчас глянцевый лак и декали. Смотрите, какой блестящий вертолет в прямом смысле этого слова. После нанесения на него глянцевого лака и теперь я буду на него клеить декальки. И хотя с поверхностей раз-двое общался, но декальки достаточно. Например, вот эту хвостовую часть, вот этот хвостик, идет по три декальки с каждой стороны. Нанес я на модель декальки. Что у нас имеется? Имеются американские звезды на баках. Это то, что сразу бросается в глаза. Затем на борту здесь видите армия с одной и с другой стороны. И снизу мы тоже имеем большой такой знак отличительный американских военно-вздушных сил. И вот здесь сзади на киле у нас три обозначения. Первое, честно говоря, я не вижу, что написано, но из-за того, что стрелочка указывает на задний винт, это подозреваю там что-то типа предостаряжения. Типа не суйте пальцы. Опять-таки американский символ ВВС. И некое число 9076. Что оно обозначает? Я, честно говоря, не знаю. С противоположной стороны, точно такие декали. Значит, сейчас я на то время пускай это все хорошо застынет, засохнет, просохнет, приклеится. И пока это будет все застывать, сохнуть и клеится, я перейду к пилоту этого вертолета. Это вот такая у меня фигурка. Он сюда садится замечательно. Я уже испытывал. Единственное, что нужно будет найти этому пареньку. Еще две руки из вот этого наборчика. Какие-то здесь они внутри находятся, его ручки. Сейчас я это дело все склею воедино и буду пытаться как-то его раскрашивать. Так, ну вот он уже у нас с ручками. С ручками и загрунтован красочкой темпурной. Пускай теперь он подсыхает, высыхает и потом начнем его раскрашивать. Давайте перейдем непосредственно к эксперименту. Эксперимент заключается в том, что первый раз за всю свою модельную историю хочу сделать воздушное транспортное средство, ну как бы в воздухе. То есть нужно было сделать имитацию вращающихся винтов хвостового и центрального. Значит для этого я возьму лист прозрачного пластика толщиной полмиллиметра. Есть у меня еще миллиметровый, но что-то посмотрел, он мне кажется толстоват все-таки. Буду надеяться, что ничего провисать не будет и полмиллиметра мне будет достаточно. И также есть у меня такой специальный инструмент, который позволяет нам вырезать круги диаметром от 1 до 30 сантиметров. Мне надо два круга. Один диаметром два с половиной сантиметра, а другой диаметром 15 сантиметров. Открываем здесь, расставляем 15 и вот сейчас буду делать первый круг диаметром плюс-минус сантиметров, 15 сантиметров, сантиметров. Выпилил я два кружочка. Первый будет стоять вот здесь вот сзади, а второй будет стоять вот здесь вот сверху. И вот я сейчас так смотрю, конечно, блин, такая здоровенная штука перекроет мне полдиорамы. Ну что ты уже сделаешь, взялся заглуш, не говори, что не идешь. Ну будем пробовать. Так, ну что же осталось вскрыть этого красавца матовым лаком. И потом можно будет переходить к его везерингу. Кстати, в сидушечке я уже прошелся коричневой смывкой, как видите, немножко так оно все выделилось. А с точки зрения везеринга, я думаю, особых каких-то изысков и извращений здесь не будет. Тут, по сути, и извращаться-то не с чем. Но я думаю, я его просто запылю. Такая будет общая пылючка. И на этом успокоюсь. Друзья, ну вот как-то так у меня получился пилот. Конечно, можете меня кидать тапками. Честно говоря, особо я не старался. Почему? Объясню. Потому что практически видно не будет. Вот смотрите. Мой хеликоптер. Я его немножко припылил, как обещал. И, как видите, сзади слимитировал движущийся винт. Точно такой винт я сделал большим. Он будет вот здесь. И, по сути, не особо сквозь этот винт просматриваться этот пилот не будет. Всю эту фигню, как вы понимаете, делал из прозрачного пластика. Вот эти вот следы, это дымный цвет, когда так называется, смоук, или как-то переведите правильно, оттомии. Ну и типа, как бы он летит. Честно скажу, первый раз я таким вот делом занимаюсь. Раньше не пробовал имитировать летающую технику. Поэтому все делалось методом проб и ошибок. Как бы так, на глаз, на зубок. Правильно, неправильно. Не знаю. Может быть, вы что-то и посоветуете. Чем этот способ мне не очень нравится? Тем, что остаются следы на пластике от рук. То есть его или брать нельзя ни в коем случае, или только в перчатках, или я не знаю. Ну, я, в принципе, принял решение такое не клеить. Этот винт навсегда. Чтобы можно было в любой момент снять и, в принципе, тряпочкой пройтись. Ну, а сейчас я оторгу этого паренька, посажу на свое место. И, по сути, наверное, будет все. Покажу, чем дело закончилось. Единственное, теперь останется только придумать, куда его повесить и как его закрепить, чтобы он как бы был летящий. Ну, вот, собственно, и все. Показываю с такого ракурса, чтобы хоть чуть-чуть было видно вертолет, потому что сверху все закрывается винтом. Ну, вот так вот как-то получилось. Ни хорошо, ни плохо. Я удовлетворен. Вообще, хочу сказать, что моделька замечательная. Могу всем посоветовать. Она простая в сборке, но смотрится очень и очень. Мне такие как бы нравятся такого плана. Ажурная модель. Вот. Ну, и теперь, наверное, с моделями для майдер рамки точно все. Останется только несколько фигурок и мы будем завершать проект. Ну, и вот, друзья, покажу, что же получилось по итогу с идеей с вертолетом. Долго думал, куда его прицепить. В конце концов, решил прицепить его вот сюда. Вот, как вы видите, вроде бы самое оптимальное место, потому что лицевая сторона именно та, которую вы видите. И вроде бы, как бы, он своим размером и своим таким всем-всем-всем не скрывает, как бы, ничего. Ну, кроме самого себя. Значит, как я его закрепил. В наборе с вертолетом шел литник с кабиной. Вы помните, да? Со стеклянной по обзору. Так вот, рамка этого литника тоже из прозрачного пластика. Я ее обрезал, потом немножко нагрел над свечкой. Отогнул, потому что она была маленькая. Ну, и одним концом засверлил в основание, закрепил с помощью термоклея, а другим концом на суперклей. Вот такой вот. Кстати, как-то его порекомендовали на одном из стримов. Я не пожалел, купил там упаковку из 10, по-моему, или 12 штук уже, не помню. По-моему, из 10. Так вот, в отличие от всех остальных суперклеев, которые, по сути, являются одноразовыми, что ли. То есть, какие я тюбики не покупал, сразу все нормально, потом стоит его закрыть, через два дня уже все его не открыть, он высох, он пересох, то вот эта штука пока не кончится, пока она и работает. Может пройти день, пройти два, пройти три, пройти месяц, а оно все есть, и оно все работает. То есть, как бы, честно говоря, честно говоря, это только второй тюбик из всего того набора, что я купил, но я уверен на сто процентов, когда они у меня кончатся, я куплю, опять-таки, такой же очень и очень прикольный суперклей, как для работы с фототравлением, так и для других вот таких разных подобных вещей. Вот. Ну и на этом все. Все, что нам осталось, это фигурки. Фигурки будут потом, попозже, в следующих сериях. А на этом разрешите попрощаться. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите в комментариях. Всем удачи и всем пока.